Кто новый гитарист Егора Кридо? Батя-бой! Чуваки, всем здорово! Для начала, я выдавила только что прыщ. Вот прям только что. Там, блядь, яичница утренняя стоит. Видите, как мы питаемся? Хуёво! А там ещё одна. Блин, я снимаю только срач. Поздно. Я новый гитарист Егора Кридо. Так вот, вернёмся к комментариям. Больше всего выбрала два. Первая по поводу влога Дарая Егора Кридо. Она скоро выйдет после Турции. Не пропустите. Это будет недели через две. И ещё один комментарий по поводу сисик. Почему у тебя в инстаграме большие сиськи, а видео маленькие? Они у меня всегда огромные и крутые. Ту-ту-ра-ду-ту-ду! Кстати, сейчас выйдет новое видео про Люксембург. И вы узнаете, почему я ушла из своей тату-студии. В эфире Еёбарь ТВ. Всем доброе утро! А мы уже навели срач в Люксембурге. Мы вчера приехали, было темно, и ничего не стали снимать. Заселились в отельчик. Очень хорошая погода. Переоделись, сейчас наконец-то пойдём погуляем, покушаем. Потому что у нас наши... Ой, мы же, да, не животные. Ну и поедим, потому что наш завтрак вот пока что составила только вино. Да. Аккуратненький такой. Разноглазый. Теперь ты будешь всё время на своё ряду в моё глаз? Да. Смотрите, так один человек, а вот так другой. Какой вам больше нравится, правый или левый? Пишите в комментариях. Давайте делаем. Давай. Всем доброе утро! Пять часов вечера. Люксембург. Люксембург. Делать тут нечего, правда. Походу, да. Посмотрите, вот окрестности. Везде какая-то стройка, бизнес-центры, бизнес-дома. Вот дяденька. Очень странно, знаете, какой-то пустой, какой-то нервный. Бездушный, может быть, какой-то идёт. Да, можно и бизнес-центры. Бездушный, бездушный город какой-то вот. Ну, может, это только первое впечатление. Приехала на тату-конвенцию, но один из учредителей моей тату-студии хуёво проконтролировал всю ситуацию, поэтому всё пошло через жопу. В общем, задницу. Не знаю, останусь я здесь, не останусь. Сейчас решу к вечеру, скорее, конечно, останусь, чтобы не портить свою репутацию. Тату-модели. Сегодня воскресенье. Мы, наконец-то, нашли людей. Все люди окажутся в самом центре города. И в самом центре города сейчас находится ярмарка. Ярмарка еды, ярмарка бухла. Здесь большой выбор еды, но плохой еды. Лексимбург славится плохой едой. Бургеры, хот-доги, питы. А вот теперь парокамеру убирать, да? Мы проехали минут 15 на машине, и вот по счётчику видно, что 60 евро мы должны за эту поездку. Мы ехали из центра города до отеля. На воскресенье. Мы доехали на Мерседесе С-класс с Таганки до аэропорта Шереметьево. С охеренным водителем с хуленой музыкой за 2000 рублей. Хау. Хау. Ну и хотя бы что-то, короче, взяли. Давай, мухнём. Всё, я проводила только что Равиля. И пришло время разбирать мой срач. Вот он, мой родненький, опять здесь. Быстренько собирают свои манатки. У меня есть на это 40 минут. Пока я не знаю, где я остановлюсь в следующем месте, но у меня есть несколько предложений. И всё, пойду куплю местную симку. Ну что, я уже в центре города. Равиль уже улетел в Москву. Как же ему хорошо. Посмотрите, какой парк красивый. Я встретила на своём пути. Сейчас мне нужно найти сим-карту. Я постараюсь это сделать побыстрее. И чтобы у меня поскорее появился интернет. Потому что без интернета в чужой стране. И зная очень хреново английский, я думаю, не сильно долго продержаться можно. По крайней мере, в хорошем настроении. Нашла я этот танго. И у них нету сим-карт сейчас, сказали, в другом офисе, иди ищи их. Он в центре. А до него ещё ехать на автобусе обратно, ну, в другую сторону. Ооо, почему так всё сложно-то у них? Фу, всё, я села в автобус. Микки со мной, кстати. Меня вписывает к себе девочка Золой. Я написала на футбуке пост о том, что мне негде жить. И она меня встретит на автобусной остановке. Мой билет, который я купила за 2 евро, он действительно 2 часа. Меня ждёт, не знаю, минут 15 езды на автобусе. И, надеюсь, прохладный душ. И отличная компания. Ооо, ребят, короче. Ооо, я добралась. Меня вот встретила Зоуи и Мауру, это её парень. Ооо, what is it? It's a leopard gecko. Какой крутой. Do you want to touch that? Yeah, really? Okay, I try. Ооо, привет. А, what's name? It doesn't have a name. Why? О, привет, такой странный. А, я боюсь. Какой крутой. You drink wine? Yeah. What do you do? Yeah? Yeah. Okay. Let's go. Всё, мы сейчас нахерачимся и потом всё вам покажу. Я приехала в город Кувен. Он находится в 10 минутах езды на автобусе. Пока что здесь всё такое тихо, спокойное, старпёрское, но очень аккуратное. Вот она, Европа. Мы, в общем, зашли в лес, гуляем. Сейчас меня ребят закопают, на самом деле, но я об этом ещё не знаю. Вот такой вот лес. Котка супер. Всё хорошо, но ничего пока что суперинтересного нет. Может, бухнём, пойдём вечером. А, я и так пью. Ну, ещё бухнём вечером. Огромное спасибо ребятам за то, что они меня оставили у себя, приютили. Это очень круто. Когда они приедут ко мне в Россию, я их обязательно приючу. И не я, а мы с Равелем, мы же вместе уже живём. Again. Сука, блядь. Вот видите, такой учитель русского языка. Это я. Мы, в общем, нахерачились немного. И мы вот с ребятами сегодня будем готовить ужин. Блин, мы накупили всяких вкусняшек. Очень вкусно. Причём сделали немного островато, потому что все ребята, которые здесь находятся за столом, все любят острую еду. Ребят, это очень круто, когда тебя приютили. И, блин, мы приготовили такой вот вкусный ужин. Сейчас помолимся, конечно же, на дьявола. Ещё очень крутой сыр с перцем. What's the name of cheese with pepper? Beardorfo. Beardorfo. Perfect. Okay? Этот сыр просто муаа. Серьёзно. Отвечаю. Такой мягкий, нежный. Ничего себе. Посмотрите, какое место красивое мы нашли. Ого. Вот это видок. Такая впадина, и в ней старый городок. Вот что мы делаем в 4 часа дня. Say hello. I drink alcohol everywhere. It's my work. А ещё говорят, что русские алкаши. Нет. Все алкаши. Всё, меня заселили опять в этот отель, в котором я должна была быть изначальным. Вот такой вот у меня вид. Сейчас мы направляемся прочекать локацию над комменцией. Вот в этом здании будет проходить тату комменция. Здесь будет собираться 75 стран. Кстати, одна из них Россия, но от России моя судья проебалась. Поэтому я приехала одна. Хотя готовились все 5 месяцев назад к этому. Сейчас я вам покажу, какие здесь масштабы. Это только первый зал. Один. Их будет два. Все потихонечку начинают уже готовиться к завтрашнему дню. Практически все боксы пустые. Блин, офигеть. Здоровая такая. Вот ещё второй зал огромный. Это как у нас в Комик-Кон проводят. Огромный-огромный зал. Круто. Я на такой огромной конвенции никогда не была. Хотя, говорят, она не самая большая. Мы ушли из того павильончика, из тату конвенции. И смотрите, какое офигенное место мы нашли. Вообще крутое. Вон Стив и Зои стоят, ждут меня. Мы сейчас пойдём пить местное шампанское. Потому что говорят, что оно ну нереально крутое. Какое-то кремо. После этого я ни одного дня не видела, чтобы такие барчики были. А здесь уютненько. Нам с Зои принесли кремо. Крус. Ура! Обычное. Ничего такого в нём нету. В общем, ну шампанское как шампанское. Я ожидала что-то прям невероятного. Но получается, что ничего в нём такого особенного пока нет. Может, я сейчас набухаюсь, и во мне проснётся другой дегустатор. И я уже прочувствую настоящий вкус кремов. Там ещё присоединились ребята наши. Сейчас я буду пробовать пить пиво с табаско. Это очень странно. Я такого вообще ни разу не делала. Ну, в смысле, я пила пиво, конечно, но без табаско. Посмотрите. Не так пиво. 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 Кстати... Ммм... Это повкуснее шампанское будет. Это очень круто, на самом деле. Пьёте, и такое остаёт прикольный посовкусие. Спасибо большое. А мне принесли кинос. Прост, 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 прост. О, моя любовь кинос. Всем привет. Я на дубоконвенции в Лексембурге. Народ подтягивается потихонечку, все уже заняты делом. А вот голый мужик лежит, задницу забивает. Безумное количество магазинов со всякими сумками, одеждой, пирсингом, фотомашинками. Вот вам, как и обещала, чокер бой. И вот у нас на самом деле Миша. У него русское имя. Привет, ребята. Представляете, он весь забитый. И у него реальный шрам здесь сделан на лице. Представляете, насколько он сживается в образе. И сколько у него татуировок. Вся башка вот, берёвка, пожалуйста. Так, вам нравится такой стиль? Если нравится, если не нравится, оставляйте свои комментарии под видео. О, очень красиво! Это татуировки? Да. Очень качественно сделаны татуировки. Хайк свалится. Да, я люблю. Спасибо, спасибо. Тоже покажу свои татуировки. В России это хорошо? Как ты скажешь? В России хорошо? Удачи! 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 Спасибо! Я пришла за бухлом, потому что мне сказали, что шампанское кремо самое офигенное. И дело в том, что кремо это как бы разновидность шампанского. То есть не факт, что у меня вчера самое лучшее было шампанское. И я пришла выбирать. Мне заветовали взять вот эту бутылочку и вторую вот эту. Она чуть подороже. Но сказали, что это самые два таких топовых. А сейчас я пойду просто себе возьму в винище в отель. И пойду монтировать видео для вас. Я не могу вам этого не показать. Посмотрите! Какой выбор попкорна! И сладкий, и с карамелью, и с солью, и с кокосом, и в шоколаде в белом. Ааа! И сабаска! Меня уже начали узнавать над конвенцией. Сейчас будем фоткаться. Музыка! 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 Кукурузы! Друзья, я нахожусь на тату-конвенции в Люксембурге. Сегодня очень много народу, потому что сегодня второй день, и сегодня выходной день. Поэтому все люди смогли прийти. А сегодня приехал Зомби-бой, сейчас я пойду с ним тоже познакомлюсь. Моя тату-студия не приехала, и из-за этого главный организатор тату-конвенции, Аллан, он на меня начал пиздеть, то, что он заплатил за стенд большие деньги, то, что моя тату-студия не приедет, то, что это непрофессионально, да, это так, там были траблы, то, что один мой партнер не проконтролировал ничего вообще, всю ситуацию с визами для мастеров, поэтому вот эту тату-студия не приехала. Аллан сидел на меня, гнал то, что якобы это непрофессионально, я действительно принимала это на свой счет, типа, блин, я приехала, мне неловко перед ним сидеть, а в итоге просто он все делает намного непрофессиональней, и мне здесь дико некомфортно, дико неуютно, хорошо, что здесь есть люди, которые пришли ради меня только посмотреть, я благодарна им за то, что они мне поднимают настроение. Сейчас я вас познакомлю с зомби-боем. Алло, я вам Валя, бэнтик-бой. Валя, бэнтик-бой. О, мой бог, смотри, что это шея. О, мой бог, у вас есть бады. Это что-то, что я лейтся в доме. Какой он ужасный. О, GMD. Блядь, он просто ужасный. Блядь, он просто ужасный. Блядь, он просто кошмар. В общем, пока этот дублюдок фотографируется в зомби-бой. Мое мнение о нем, но кто смотрел мою онлайн-трансляцию, вы, наверное, уже знаете, какой он мудак. Пытался привлечь внимание, как маленький ужасный ребенок, знаете, которому вообще не хватает ничего в жизни. Короче, он просто ужасный. Фу, мерзкий чувак. Всем доброе утро. Сегодня мы с Карлосом пошли гулять по старому городу. Посмотрите, как красиво. Какие крепости, какие стены. Мне осталось полтора часа до того времени, как мне нужно появиться в аэропорту. И я решила это время потратить на прогулку как раз-таки по старому городку. Потому что здесь прикольная архитектура, как я люблю. То есть старинные все каменные дома. Блин, я на самом деле пипец как устала. Я хочу спать. Очень сильно устала. Вы просто не представляете. Неделю в Люксембурге это... Это нужно уметь вытерпеть. Сегодня воскресный день. Все гуляют. До херища людей. Много полиции сегодня. Хорошо, ее вчера ночи не было. Когда мы... Сегодня же третий день автоконвенции, на которую ее забило. Хуй. Я же вчера с зомби-боем познакомилась. И он мне показался пипец каким мудаком. Но как бы не показалось. Так и есть. Сегодня он ко мне подходит на завтраки. И говорит, ой, привет. Типа, дай пять. Я такая, отвали, чувак. Он такой, типа, что случилось? Говорю, а ты что, не помнишь то, что ты вчера вел себя как говно? Он такой, хм. И отошел. И через ровно одну минуту он ко мне подходит. И дико извиняется. Выключает вот этого ублюдка. Я говорю, да, мне типа без разницы. Мы уже с тобой не подружимся. И он такой, как маленький ребенок, обижается. И такой, ну и ладно. И уходит. Потом он еще пару раз ко мне подходил. Пытался налазить отношения. Но первое впечатление все равно на меня очень сильно повлияло. Зомби-бой он говнюк. В любом случае, попытался он со мной налазить отношения. Но хрен ему. В общем, как вы поняли, здесь совмещение старой архитектуры, старого города и нового. Так что такое вот. Он деловой. Но с душой внутри городок. Но эту душу надо поискать сначала. Друзья, я наконец-то полетаю из Люксембурга. Я пропала здесь неделю. Смотрите, на каком самолетике я лечу. На винтовом. Никогда на таких не летала. Интересно. В общем, все. Мое приключение здесь закончилось. Конечно, я уезжаю немного недовольная. Ну и хуй с ним. В общем, я думаю, что в Люксембург я еще вернусь. Потому что здесь есть красивые места. Так. В общем, а так все было хорошо. Не считай конвенции. Так что ставьте лайки. Хуяйки, мил. Я вас всех люблю. До скорой встречи. Ждите новые видео. А я лечу к своему Равчику. Субтитры сделал DimaTorzok